Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Людмила. Сегодня я продолжаю вам показывать свои покупки из магазина IKEA. Город Самара. Это покупки из магазина шведских продуктов. В общем, всё, что осталось там. Покупала я 15 августа. Это в последний день. Уже ближе к закрытию, получается, самого магазина. Они работали до 9. Идти по Самаре, получается, Москва по 8. Ну, Москва, скорее, 8 часов. Бывая там ближе к 7. Кое-что успела купить. Вот хочу вам показать, что успела взять. У нас очень маленький выбор был по сравнению с другими городами. Вот что люди показывают в видео, у нас такого нет. Не было ни банок каких-то там, ничего такого особенного. Фотографии я вам вставлю обязательно. Ну, немножечко успела поснимать. Просто после меня уже очень много людей было. Я успела несколько снимков сделать. А потом уже очень много народу зашло. Их пускали по очереди. Когда я повернулась посмотреть, сколько там стоит в ожидании. Там реально очень много. Человек, наверное, 50 уже стояло. Для нашего города это как бы... В момент выдачи заказов это очень много. Просто, видимо, в последний день все хотели зайти заодно в шведские продукты посмотреть. Поэтому сейчас вставлю вам фотографию, посмотрите. Так, ну и вот приступим. Покажу вам, что я успела сама себе купить. Выбор, как я повторюсь, уже был маленький. Ну и как бы зачем брать все подряд. Из еды я взяла... Из еды вообще у нас в принципе ничего уже не оставалось. Только вот такие фрикадельки. Это у нас растительные. И вода. Больше ничего из еды не было. Ни джема, ничего. Ни кофе. Я джема не очень люблю, но даже я была готова взять хотя бы одну баночку на прощание. Ну, потому что в последний день я думала, что там со скидкой продавать будут. Но, в общем, не было. Взяла вот такие растительные. Кто-то мне в комментариях указывал к одному из видео, что надо было взять на пробу. Вроде как вкусные. Я взяла. В этот раз они были. Вот растительные. Я взяла 4 упаковки. Просто вот в морозилке лежат. С гороховым белком. Да, состав не очень, но... В общем, я взяла на пробу. И вчера с работы пришла. И кушать было нечего. В общем, прочитала инструкцию, что здесь можно не размораживать, а по-быстрому за 10 минут приготовить на сковородке. В общем, приготовила. Очень вкусные. Мне понравились. Если бы я не знала изначально, что они растительные, я бы даже не различила их с мясом. Ну, конечно, понятно, что это не говядина. Но вкусные. Мне понравились. И готовят удовольствие быстро. Брала я по скидке. Вот, кстати. 169 рублей, что ли, они были. Взяла 4. А здесь по 500 грамм. Вкусные. Как ни странно, вкусные. Хотя я не очень люблю их фрикадельки. Так, дальше, что я взяла. Это вот такую, как правильно называется, сейчас скажу. Крышка под носы для, это для железных подставок под приборы. Они у меня есть. А крышки я на всякий случай взяла дополнительные. Потому что у меня старые уже. Все-таки поменять, наверное, уже нужно. Ну, на крайний случай уже можно под... Использовать под какие-то... Какую-то мелочь. Или под... Губки. Потряпки какие-то. В общем, взяла одну. Она стоит недорого. Копейки 29 рублей стоит. В общем, взяла. И в следующем заказе, кстати, я еще заказала. Я забыла просто, что я заказала. Ну, у меня все равно две таких. Две мне хватит. Как раз под каждую. Так, опять я взяла мочалки. Не знаю, почему. В прошлый раз, когда я ездила, я тоже брала. Ну, мочалки, ладно, лишними не будут, пускай. Тут три штуки упаковки. Единственное, что они маленькие. Ну, как-то я в последнее время уже привыкла к ним. Пусть будут. Так, дальше взяла вот такую бамбуковую ложку. Ну, это не ложка. Ложка у них отдельно. Сейчас скажу. Вот. А, да, ложка называется. Просто у них есть еще такие же в виде ложки именно. Массив бука масла. Очень удобно что-то, чтобы не повредить сковородки. У меня есть одна такая. Сейчас покажу. Просто вид уже не очень презентабельный. Но, кстати, чем больше масла, вот она впитывает у меня, наоборот, как бы ей лучше. Вот верхняя часть, получается, она не... Ну, в масле не используется. А вот нижняя часть вот как раз вот белая. Ну, вот здесь вот немножко у меня потрепалось уже. А так она очень хорошая. Поэтому взяла запасную. Стоила, по-моему, рублей 150. Хотела еще такую взять для сковородки ВОК. Они пошире размером не было в наличии. У нас там лежали только вот такие. И то их штук, наверное, штук 7-8 лежало. Прям мало. Так, взяла баночку. У меня есть такие банки. Я почему-то решила, что еще одну. Все-таки возьму, не удержала, взяла. Хотя у меня 4 уже таких. 170 рублей она стоит. Китай. Хорошие баночки. Вот сейчас, допустим, у меня вот сахарница одна. Вот здесь резиночка. Она плотная. Она как бы только сверху кладется, и все. Главное, не брать за крышку, чтобы не упала. Вот так вот. Так, хорошая баночка. Серия, по-моему, Вардагин. У меня такая большая банка еще есть. Что-то здесь не написано. Там, наверное, внутри. Да, серия Вардагина там написано. Так, далее взяла вот такую вот. Хотела силиконовую еще взять. Очень плоскую такую. Не было в наличии. Долго пыталась их поймать. В общем, пишут, что есть для самовывоза, а не дает заказать. Поэтому, хотя у меня все посылки, но только одна у меня была на дом. Остальное у меня было все самовывозом. Сейчас мы ее откроем, посмотрим. Это, по-моему, она считается для гриля. Да. Полипропеллен силиконовый каучук Китай. Она длинная. Сейчас подкроем. У меня есть одна малютка такая. Когда-то, очень-очень давно я, по-моему, в Икеи покупала, она постоянно сползает. Вот эта вот спадает, когда мажешь масло. То, что его недорого. Ну, взяла. Я в основном взяла не то, что для гриля, а для того, чтобы смазывать маслом перед готовкой, перед тем, как положить что-то в духовку, допустим. посуду для этих целей. Так, и взяла я контейнеры. Контейнеры у нас были без крышек. Крышка там не продавалась уже. Пластиковая. Вот такие у меня есть, литровые. Но они у меня стеклянные две штуки есть. А здесь пластик. Взяла, думаю, ладно, пригодятся. Мало ли там что-то в холодильник убрать надо будет. Вот 21, 15 на 6 размеры. Крышки у меня есть уже такие к двум. У меня есть две вот такие вот стеклянные и две размером 1, не помню, 2 литра, что ли. 1,8, наверное. Большие еще такие есть. Так что крышки, в принципе, у меня есть. Взаимозаменяемые. Поэтому взяла два контейнера. Что-то стоило тоже рублей 90, по-моему. Взяла две штуки. И взяла три вот таких контейнера. У меня есть они, но я взяла еще. Думаю, они что-то все-таки портятся периодически. Вот здесь вот внутри. Я беру в них еду на работу. Здесь 400 грамм. 450 миллилитров здесь, да. Стоит тоже в районе 50 рублей, по-моему. Поэтому взяла три штучки, в общем, на еду. На работу носить и дома что-то класть. Тоже крышки у меня, в принципе, есть. Они взаимозаменяемые. И как запасной вариант будет. Ну и пакет, конечно, икеевский. Я вам забыла в прошлом видео показать, когда я заказ забирала. Они уже даже не давали. Никакие пакеты. Они даже вынесли мой заказ, который там был стекло и посуда. Вот я показывала. Мне вынесли в желтый мешке, который изначально обычно берется, перед тем, как в магазин дальше пройти. До того, как тележку взять. Мне так это обидело, честно говоря. Пришлось искать по залу тележку, чтобы самой переложить. Вообще неприятно очень. И тоже пакеты не давали. Они просто там лежали у них. Я с мамой ездила. Она у меня просто взяла эти пакеты сама и положила себе. Ну, они промолчали, ничего не сказали. Потому что, как бы, надо же во что-то класть. Хотя у меня была с собой сумка. Я всегда беру с собой кейсские сумки осенние. Они более надежные. Ну, и все. На сегодня. Да, все мои покупки. В следующий раз я заказала мелочевку. В основном для... Ну, вставка в полку у меня будет. И какая-то мелочь для штор. То, что я раньше как-то не обращала внимания. В этот раз я решила, что мне это надо. Почему нет? Поэтому вот. Заказала. 1 сентября буду забирать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Комментируйте. Пишите в отзывах, что вы купили. Чем пользуетесь. Как используете. Очень жалко, что Икея уходит. Вообще, очень жалко. Это мой самый любимый магазин. У меня практически все дома из Икеи. Ну, практически, конечно. Кухню я не успела купить. Дорого слишком. Пока хочу ремонт сначала сделать. В каком году это будет, пока неизвестно. Поэтому пока вот не покупала. Все. Всем спасибо. И всем пока.